друзья всем доброе утро сегодня 64 выпуск что будем делать сегодня первое пообщаемся на тему почему важно тратить на себя деньги почему важно не боятся тратить на себя деньги также позанимаемся спортом по подтягиваемся поджимаемся поставим какую-то цель на день ну и что друзья счастья здоровья ставьте лайк поехать итак друзья почему же так важно тратить на себя деньги, почему важно не бояться это делать. Давайте обсудим этот вопрос, особенно, если вы хотите больше начать зарабатывать, что для этого нужно сделать в первую очередь, или что вас может останавливать, почему вы не зарабатываете большие деньги или большие деньги, чем сейчас. В общем, давайте обсуждать. Смотрите, самое первое, у нас сейчас такое время, когда вы можете физически денег как таковых не ощущать. Сейчас все там на карточках, в интернете, то есть вы совершаете какую-то транзакцию, вам достаточно клик один сделать и такая, знаете, мифическая энергия, эти деньги какие-то вот просто цифры и энергия, то есть по ощущениям, грубо говоря, вы можете реально две недели, месяц, можете просто физически в руках это не чувствовать. Вот. И появляется такое, что вы можете где-то потеряться, зачем вы эти деньги зарабатываете. Ну вот, пример, допустим, да, вот как с курением, вы в самом начале начинаете курить, вы как-то, вам плохо, еще какие-то, какие-то симптомы, но потом вы со временем просто привыкаете к этому всему и вообще забываете о том, что там плохо, неплохо, вы просто ходите, курите и там даже не задумываетесь об этом. То же самое с деньгами. Вы в какой-то момент, когда первый день не получили, вы там на себя потратили, вы, может быть, до сих пор это помните, но потом, когда появилась там, может быть, семья, появилась какие-то, вот у вас появились вот эти вот туннели, куда просто расходятся деньги, там, коммунальные, там, вы получили деньги, да, какой-то заработок пришел, вы сразу у вас, вы понимаете, куда вы это денете, так сказать, рутинно, да, это коммуналка, продукты, там, семья, там, родственники, еще и так далее. То есть сразу куда-то одеваются, сразу расходятся и, как правило, все заканчивается тем, что вы остаетесь, по сути, без ничего, то есть вы понимаете, что так, ага, деньги вам пришли, вы какие-то дырки позакрывали, а толку никакого от этого для вас нету, да. Вот, и получается, что вы настолько привыкли к тому, что они вот просто, вы ходите на работу, потому что все ходят, грубо говоря, на работу, если вы не будете ходить на работу, то у вас не будут закрыты эти дырки, или, ну, типа, вы не кайфуете, вы не получаете кайфа от заработка этого. Я вот, это я рассказываю как за себя, так я думаю, у многих та же самая проблема, вот, что я говорил вообще за сигареты, да, и за деньги. Вот, то же самое, вы начинаете, вот, в рутину эту вошли, вы просто зарабатываете для того, чтобы закрывать дырки, но не для себя. Вы, когда зарабатываете деньги, вот именно зарабатываете деньги, вы должны себя вознаграждать этим. Потому что, если, чем больше будете вознаграждать себя, тем больше у вас будет мотивации для дальнейшего заработка. Чем больше вы будете повышать эту планку, тем больше вы будете зарабатывать, чем дороже будете вещи себе покупать, чем качественнее. Когда я себе ничего не покупаю, у меня как-то пропадает мотивация зарабатывать, потому что у меня эти заработки превращаются, типа, в ощущение долга. Ну, знаете, когда ты, типа, должен, ты должен зарабатывать для того, чтобы просто, типа, раскидаться. Ну, блин, ну, реально, ну, в этом смысл? Ну, серьезно, нет. Я считаю, что нет, и почему? Потому что, ну, купите себе что-то, я не знаю, вы, допустим, там, сегодня-завтра сделаете себе подарок и почувствуете, сделайте, почувствуете эти ощущения. А вот, кстати, еще раз скажу, знаете, не знаете, есть такое понятие финансовый термостат. Это когда, это то, что у вас находится внутри, знаете, и то, что вам позволяет зарабатывать вот то количество денег, сколько вам необходимо, да. Вот это, по примеру, если пример привести, знаете, когда вы, допустим, захотели айфон или там машину какую-то или какую-то марку, допустим, автомобиля в каком-то цвете, вот вы как только это, ну, по-настоящему захотели, вы начинаете это видеть абсолютно везде. То есть, куда вы не повернете у всех, ну, к примеру, там, айфон, если у всех айфон, у всех эти телефоны, вы на прилавках магазина это видите абсолютно везде, вы раньше этого не замечали, а тут вы начали обращать внимание, да. Вот то же самое и с финансовым термостатом. Когда вы, допустим, себя запрограммируете на то, что вам необходимо больше зарабатывать, да, то вам, вам мозг начинает подсказывать какие-то пути по достижению этого заработка, какие-то возможности у вас появляются, вы начинаете обращать внимание, что там можно подзаработать, там можно, там можно, ну, то есть, понимаете, да. Вот, но для того, чтобы у вас это появилось, вам необходима мотивация, для того, чтобы у вас была мотивация, вам необходимо себя вознаграждать за какие-то действия, то есть, если вы хотите, допустим, ну, к примеру, поставьте, поставьте какую-то цель, да, и по достижению этой цели, ну, запланируйте, что вы себе как подарок купите вот это, сами себе сделаете подарок, начните себе делать подарки, вот, и у вас будет двойная мотивация, во-первых, это результат от достижения, от достижения цели, во-вторых, вы себе сделаете подарок, только делайте эти подарки. У меня когда-то была такая ситуация, когда был очень такой серьезный проект, который даже не верил, что я закончу его, я себе запланировал, то есть, если я его закончу, то я там поеду на три дня отдохнуть, там, в домике, там, на рыбалку, просто физически и морально отдохну, в итоге я, как вы думаете, заканчиваю этот проект, типа, все отлично, все хорошо, и потом меня реально жаба задавило потратить на себя, там, эти деньги, и чем это все заканчивается, тем, что я буквально за неделю эти все деньги сливаю непонятно куда, и в итоге я не отдохнул, деньги ушли, в общем, толку вообще никакого не было, я понял, что я реально допустил такую большую ошибку, потому что мне в следующий раз было себя замотивировать, там, тем, что я, там, себе что-то подарю, достаточно было сложно, потому что я себя один раз уже обманул, в общем, не обманывайте. Ну, еще очень важно, я не знаю, откуда бы это взялось, вот, у меня такое, я не знаю, было, возможно, где-то, но и сейчас проявляется, что если я, допустим, себе что-то покупаю, это означает, что, ну, вот, я как-то себя неловко чувствую, потому что, там, в первую очередь я должен обеспечить, обеспечить, там, родных, вот, а потом уже в самом конце самого себя, да, ну, иначе, знаете, как, что, что это за человек, который, там, думает только о себе, да, ну, вот, получается так, ты, там, думаешь только о себе и все. На самом-то деле, если ты себя будешь мотивировать какими-то подарками, если ты заработал, там, тысячу, к примеру, гривен, возьми себе за 100 гривен, я не знаю, купи что-нибудь, чтобы ты запомнил это, если ты будешь себя таким образом мотивировать, у тебя будет больше мотивации к заработку, ты будешь больше зарабатывать, если ты будешь больше зарабатывать, у тебя будет больше возможностей делать добро окружающим, помогать нам финансово и тому подобное. В общем, друзья, я считаю, вообще эта тема очень важна по поводу заработка. То есть, в первую очередь для того, чтобы зарабатывать, необходимо себя для этого замотивировать. Это как в дрессировке тех же самых животных. Чтобы что-то получить, нужно что-то дать. Вот то же самое и здесь. Почему мы думаем обо всем в заработке, но не думаем о себе? Мы должны еще уметь распоряжаться этими деньгами, заработанными. То есть, мы должны чувствовать это. Если мы не будем это чувствовать, то нам это не будет приходить. Я считаю так, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если есть какие-то мысли по поводу этой темы, пишите в комментариях, будет интересно пообсуждать. Друзья, поехали дальше. Сейчас будем отжиматься, подтягиваться. Погнали! Друзья, добрался до отжиманий. Погнали сейчас по максимуму. Постараюсь 50 раз, а там сколько получится. Погнали! Фух, есть, готово. Прижался 50 раз. Поехали дальше. Сейчас будем подтягиваться. Погнали! Так, друзья, по планам на сегодня, по целям на сегодня, буду заниматься сегодня мелкими делами, которые у меня собираются выверновывать и на протяжении недели полторы-двух, ну как соберутся. Так, чтобы я понимал, что можно целый день на это выделить и все это решить. Потому что, когда занимаешься каким-то проектом, на который выделяешь целый день, то не хочется сильно отвлекаться на какие-то мелкие нюансы. Вот. Ну, именно поэтому я и откладываю там в ящичек, так сказать, чтобы потом добраться и можно это все было быстренько решить. Вот, поеду сегодня в каворкинг, так, чтобы дома этим не заниматься, так сказать, немножко отвлечься, обстановку поменять. Ну, а так что, друзья, счастья, здоровья, приятного аппетита, спокойной ночи, кто там чем занят. Вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вопросы, пишите в комментариях или пожелания, может, есть к видео. Вот. Ну и что тогда? До завтра. Пока-пока. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok